Запись с камер видеонаблюдения в подъезде. В лифт заходит мужчина с букетом в руках. Через некоторое время выходит уже без цветов. Можно подумать, галантный ухажер сделал презент даме. Но, как выяснилось, мужчина совершил неджентльменский поступок. После его посещения девушке пришлось обратиться в полицию. В сети интернет я выложила объявление о продаже сотового телефона. Через несколько дней обратился мужчина, позвонил мне по телефону, что хотят его прийти посмотреть, купить. Пришел домой, посмотрел телефон, его все устроено. И он расплатился за него пятитысячными купюрами. И мужчина-то еще пришел с букетом цветов. Выручку от продажи телефона девушка поднесла в банк. И вот тут ее ждало настоящее потрясение. Банкомат деньги не принимал, а в кассе пояснили – купюры не настоящие. В ходе проведения мероприятий было установлено, что также и цветы он купил тоже на поддельные деньги. Купюры изъятые были направлены на экспертизу, которая показала, что купюры являются поддельными, после чего по фактам сбыта поддельных денежных знаков были возбуждены уголовные дела. В ходе проведения следственных действий и оперативных мероприятий установлена причастность к сбыту данных денежных купюр трех человек, мужчин, старшим из которых 1969 года рождения. На подозреваемых была составлена ориентировка. Их задержали сотрудники ГИБДД в другом регионе. В ходе досмотра машины были обнаружены еще 39 фальшивых купюр, все пятитысячные. Также полицейские нашли вещи, которые были куплены на поддельные деньги. Установлена причастность к семи фактам сбыта фальшивок на территории города. Подозреваемого, который сорил деньгами в Череповце, взяли под стражу здесь. Следственные действия по делу продолжаются. Ольга Соловьева, Татьяна Кудрявцева, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok